Здравствуйте! В эфире программа Подробно. Сегодня гостем нашей студии стал победитель конкурса директор школы Кубани 2021, директор сочинской школы номер 13 имени Бориса Гаревича Гагина Владимир Сидоркин. Владимир Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о прошедшем конкурсе. Как это было? Как вы к нему готовились и какие этапы он проходил? Конкурс был очень волнительным, очень напряженным. Он проходил в два этапа. Первый раз формат конкурса поменялся в связи с известными ограничениями. Был этап заочный, в рамках которого было три конкурсных задания. И на основании этих заданий определяли 15 полуфиналистов, которые потом поехали в город Краснодар для того, чтобы состязаться в очном этапе. В очном этапе было еще шесть конкурсных заданий, на основании которых был выявлен победитель. В конкурсе приняли участие 42 руководителя городских районных школ региона. Как определяли победителя? По каким критериям оценивали участников? Каждому конкурсному заданию было пять критериев. Они все разные в зависимости от того, какое конкретно задание было конкурсное. Нужно было нам снять видеоролик про школу, написать статью в публицистическом стиле, провести часовой педсовет под запись. Были разные интересные форматы, такие как разговор с учащимися, разговор со студентами педагогических вузов, директорские дебаты и многие-многие другие конкурсы. И каждое конкурсное задание было оценено по пяти критериям в зависимости от того, насколько успешно конкурсанты с ними справлялись. Какой, по вашему мнению, был самый сложный этап этого конкурса? Вы знаете, я могу сказать не про сложный этап, а про, в принципе, сложности, связанные с конкурсом. Основная сложность у каждого директора была в том, чтобы побороть волнение. Но это на мой взгляд. Почему? Потому что руководитель образовательной организации, который занимает данную должность порядка 10-15-20 лет, ему есть о чем рассказать. У него достаточно много наработано педагогических практик, многие из которых являются уникальными. Но донести это грамотно до жюри, свою картинку, свое видение перспектив своей образовательной организации, тут, конечно, нужно было справляться с волнением. Вы знаете, но я был единственным мужчиной, который прошел в полуфинал. И мне кажется, что женщины по природе своей, они, наверное, более эмоциональные, а мужчины, наверное, немножко более стрессоустойчивые. Поэтому... Это вам помогло выиграть? Это мне... Мне кажется, да, что это во многом мне помогло выиграть такой правильный настрой. И, может быть, не в такой степени я волновался, как другие конкурсанты. Как вам вообще пришла идея участия в этом конкурсе? Вы заранее как-то готовились, может быть, к нему? Или были до этого подобные конкурсы, в которых вы участвовали? Ну, можно копнуть далеко в историю, глубоко. В 2013 год я тогда работал заместителем директора сочинской школы гимназии номер 8. И мой руководитель Никитин Игорь Владиславович принял участие в этом конкурсе и занял первое место. Вот в тот момент я, наверное, для себя понял, что если конкурс будет жить, и что если мне когда-то доверят руководить школой, я обязательно приму в нем участие. Было единственное такое ограничение, которое не позволяло мне поучаствовать в прошлом году или, например, в позапрошлом. Ограничение, связанное со стажем работы в качестве руководителя школы. Три года должно быть. Вот на этот период у меня уже три с половиной года стажа руководителя образовательной организации. И я смог подать заявку в этот конкурс. Поэтому о конкурсе я, ну, не могу сказать, что мечтал, но планировал поучаствовать давно. А все-таки, может быть, были подобные конкурсы у вас, в которых вы уже успели поучаствовать не как руководитель, а может быть, как учитель? Нет, вы знаете, еще не довелось мне принимать участие в подобного рода профессиональных конкурсах. Но у меня есть не менее интересный опыт. В прошлом году мне доверили поучаствовать в программе обучения директоров из регионов. Это была достаточно интересная программа, достаточно интересная инициатива, суть которой являлась в следующем. Директора из регионов приезжали в город Герой Москва для того, чтобы сдать успешно аттестацию на соответствие должности руководителя образовательной организации. Аттестация очень сложная, аттестация, которая тоже проходит в два этапа. Это компьютерное тестирование по московской системе образования. Это живой разговор с такими вот зубрами отечественного образования, где они задают, поверьте мне, очень непростые вопросы. И если эти два этапа пройти успешно, я их прошел успешно, то можно было поздражироваться в Москве. В течение трех месяцев я работал в школе 12-23 города Москвы в качестве заместителя руководителя. Это тоже колоссальный и интересный для меня опыт. А что, по вашему мнению, вам дал этот конкурс? Какие перспективы, может быть, какой-то опыт, которым вы готовы поделиться? Безусловно, для меня это очень большой опыт, потому что конкурс представляет собой не только прохождение каких-то испытаний конкурсных и процедур, но это еще и в первую очередь общение между коллегами, общение с директорами других школ, с директорами из других городов. Конечно, много удалось подсмотреть таких интересных педагогических практик, которые я собираюсь применить у себя в школе. Я уверен, что моя победа в конкурсе послужит своего рода толчком для коллектива. То есть моя задача как руководителя – зажечь коллектив для того, чтобы идти вперед еще более быстрыми шагами, для того, чтобы тоже участвовать в профессиональных конкурсах и, конечно, побеждать. То есть, по вашему мнению, это одна из немаловажных задач – участвовать в подобных конкурсах для всего преподавательского состава? Безусловно. И об этом идет речь постоянно. Для того, чтобы совершенствоваться в педагогическом мастерстве, нужно принимать, необходимо принимать участие в профессиональных конкурсах. Вы знаете, когда человек подает заявку, учитель, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, он, как сейчас модно говорить, выходит из зоны комфорта. Он начинает много читать, он начинает делать такие вещи, до которых, может быть, раньше не совсем доходили руки. И получается, знаете, как в старом советском анекдоте «пятилетку за три дня». Тут примерно срабатывает тот же самый принцип. То есть, учителя или заместители, я как директор, буквально за одну-две недели у меня в голове вложилось столько информации, сколько порою не вкладывается за месяц или два обычной деятельности, как директора школы. Вы говорите, что вы у руководящей должности в школе стоите не так давно. Три с половиной года, получается, да? Да, в целом, да. А можете рассказать о том моменте, когда вы пришли в школу? Как это было и что вас подвигло работать в школе? Вы знаете, вот у нас на конкурсе поднимался вопрос, какими качествами должен обладать директор. Ну, понятно, что управленческими качествами, качествами лидера. Но самое главное качество, которым должен обладать директор и учитель, и любой сотрудник школы – это любить детей. Это самое главное. А у меня вот эта черта характера, она прослеживалась с детства. И мои родители говорили, что я вырасту или педагогом, или педиатром. Ну, вот получилось так, что я все-таки выбрал педагогическую стезю. А все-таки как давно вы пришли в школу? Сколько вы уже там работаете? Я в школу пришел не сразу. Вначале я пришел в управление по образованию и науке. А вы учились, да, на учителя? Я не учился, к сожалению, на учителя, потому что учился я в такие непростые для нашей страны 90-е годы. И было опасение, что учителя будут продолжать получать очень низкую заработную плату. Поэтому для себя я на тот момент выбрал перспективную специальность – это экономист, информатик, двойную специальность. Но, еще раз говорю, обладая вот этой чертой характера, любовью к детям, все-таки я пришел в школу. Сначала я пришел в управление по образованию и науке в 2005 году на первом курсе института. А в 2010 году, уже отучившись и имея на руках диплом о высшем образовании, я пришел работать в гимназию номер 8 города Сочи. А у вас это семейно или вы как-то сами просто решили, что вот вы будете именно учителем? Нет, у меня семейная династия врачей, начиная с прабабушки. Ну, как говорится, в семье не без урода. Поэтому все врачи, кроме меня, я педагог. А насколько сложно быть во главе школы, по вашему мнению? И какие сложности вообще возникают у директора школы? Я думаю, чтобы описать все сложности, не хватит эфирного времени. Быть руководителем образовательной организации – это достаточно сложно. Но когда ты видишь отдачу в виде благодарных глаз учеников, тогда появляются силы на то, чтобы выполнять свою работу каждый день. И тогда появляется стимул к тому, чтобы это делать. Сегодняшнее время непростое, диктует новые вызовы. Сегодня мы стоим на пути реформ, уже последние, наверное, лет 10-15 по пути реформ, по пути инноваций в образовании. Конечно, это накладывает определенные сложности. Но, с другой стороны, быть всегда в тренде – это, наверное, здорово. И еще есть один такой плюс, который мы все понимаем подсознательно, но который редко формулируем. Когда ты находишься в среде детей, когда ты находишься в среде молодежи, это позволяет, ну, не скажу, что внешне, но внутренне, не стареть душой. Оставаться на волне с молодежью. Да, да, да. Оставаться всегда модным, оставаться всегда в тренде и на одной волне с молодежью. Владимир Юрьевич, а чем вы руководствуетесь, какими принципами вы руководствуетесь в повседневной жизни? Вы знаете, мне, наверное, очень крупно повезло. У меня были очень хорошие учителя. И один из них – это директор 13-й школы Борис Горевич Гагин. Это мой учитель истории, это мой директор. И он в нас вкладывал правильные жизненные принципы и смысловые установки. Есть такое расхожее мнение, которое гласит следующее. Хороший человек – это не профессия. Да, это бесспорно так, но в обычной жизни мы не только профессионалы, но и люди. И там нужно руководствоваться принципами порядочности, самое главное. Потому что ты же всегда понимаешь для самого себя, когда ты сделал хорошо, когда ты сделал плохо. И нужно, чтобы перед самим собой совесть всегда была чиста. Всегда поступать порядочно, по совести. Как вы думаете, Владимир Юрьевич, изменилось ли образование с течением времени? И в какую сторону, может быть, оно изменилось, по вашему мнению? – Образование очень сильно изменилось в последнее время. И это правильно, это продиктовано временем. Я вот уже говорил в интервью о своем интересном опыте в московской школе. Я думаю, что этот опыт будет транслирован в ближайшее время в регионы. И уже запущены такие федеральные проекты в рамках национального проекта образования и региональные проекты по цифровой трансформации школы. – Это что такое, по цифровой трансформации? – Это очень интересная штука. Это оснащение, во-первых, оснащение школы необходимыми цифровыми и вообще, в принципе, компьютерными ресурсами. Это современные лаборатории, это интересные современные ИКТ-решения, плазменные панели, возможность интерактивной связи с учениками. Я уже не говорю про высокоскоростной интернет и прочие вещи, которые в образовании уже такими достаточно тривиальными стали. Но это еще и полный пересмотр педагогической практики с ориентиром на использование информационно-коммуникационных технологий как в урочной деятельности, так и в административной деятельности школы. – Это все сейчас есть уже в столице? – Это уже есть в столице, и это уже транслируется и разворачивается в регионах и в городах. – А, то есть в Сочи уже подобные проекты есть, да? – В Сочи, да, эти проекты тоже реализуются, и вот быть в гуще событий – это очень интересно. – Владимир Юрьевич, Вы уже стали победителем конкурса «Директор школы Кубани» 2021 года. Будут ли еще подобные конкурсы, в которых Вы также будете принимать участие, или, может быть, Вы уже каким-то конкурсом готовитесь? – Подобный конкурс проходил на федеральном уровне, назывался «Директор школы России». К сожалению, этот конкурс уже несколько последних лет не проводится, но говорят о том, что в этом году собираются этот конкурс провести. Если мне руководство доверит представлять регион на федеральном уровне, то я с удовольствием поучаствую в этом конкурсе. А самые главные планы для меня, в принципе, профессиональные, это чтобы моя школа процветала, и чтобы каждый выпускник с гордостью мог сказать, что он выпускник 13-й школы имени Бориса Гаревича Гагина. – Владимир Юрьевич, спасибо Вам за столь исчерпывающие интервью. Если будет подобный конкурс, мы Вам желаем только побед. – Спасибо большое. – Я напомню, в студии программы «Подробно» был победитель конкурса «Директор школы Кубани-2021», «Директор Сочинской школы номер 13» имени Бориса Гаревича Гагина Владимир Сидоркин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова